Тут вот какое дело. Мы каждое утро, после общей молитвы, сейчас такая еще молитва, еще и по скайпу открылись, из дома как бы открытый храм сделали, или там не храм сказать, как говорят так. Вот построили они там небольшое, как церковь, хотя там и нет литургии. Ну вот мы так уходим. А после этого, ну что у нас есть? Мы насчитывали Новый Завет с толкованием, практически, ну только три Евангелия еще не насчитали, а так полностью с откровением уже насчитали. Это большой материал. Это заново мы читаем. Считали с Володей Пащенко, теперь с Никитой Колесниковым. И теперь вот мы считаем занятия, какие были потеряевки тематические. Ну и добавляем, чтобы часовая у нас была, этот ролик часовой, считаем, так как у меня вот здесь есть, я просто покажу, откуда идет. Вот. Это в нашем сайте, библейский сайт. И здесь большой очень материал, православный библейский сайт. И вот 4124 ответа по вопросам. Тут часть были записаны нами, кажется, доверы. Но в этом году мы начали с обратной стороны. 55 папок. Сейчас считаем суды. И вот сегодня, это у нас 1 марта 2017 года, добавляем, всегда добавляем здесь Христос, Бог, прошел Царь и суды. И суды, это не просто суды. Если кто судился, знает, как это сложно и сколько это требует энергии, силы, документов. Это очень много значит. Иногда суд предлагает, ну а вы что, уже знаю это, ну а кого бы вы хотели поставить, кого бы хотели, ну чтобы здесь был, ну вот это-то. Теперь, если обвинение против меня, то я не должен доказывать, что я не такой. Допустим, сказали, у меня два дома в Алма-Ата. Там одна брякнула и большие особняки двухэтажные. Суд подаю. То есть она клевещет и среди этих клевет вот это вот есть. Так, суд говорит, представьте данные. А что она представит-то? Я в Алма-Ате никогда не был. Но что она представит-то суду? И суд, ну она должна сказать, суд опять вызывает, и дает сказать, почему не представили документы-то? Вы должны подтвердить. Я могу это доказать, что я не был. В это время у меня дневник, дневник мой берут, они на исследование. Я уже себя обезопасил. Но я не могу этого не делать. Я могу сидеть сложа руки. И она что? Да я так сказал, это мне папа с мамой сказали. Нет, не папа с мамой. Вы это сделали известно, вы распространяли. И это неоднократно. Вот я, допустим, такое-то говорил. В моих обвинениях, какие были против меня, должны были быть подтверждения. И скажу, что суд работал очень хорошо. Я насчитывал на катушке, пленке. Одна пленка, 375 метров, 8 часов, 20 минут. Что я там насчитал? Стихотворение о Ленине. Стоит в своей ротах череп, Помет у птиц, подставив голый череп, Вожь атеистов, сонми щают. И они захватили на почте письма, И письма эти подшиты, И адрес здесь, то есть доказано, я посылал. Не просто так. Они должны были показать. Теперь Ленина я называю Таким-то, такими-то словами, Где, в каком произведении. Допустим, я насчитывал архипелаг ГУЛАГ. А я скажу, я не насчитывал. Ну вот голос, это похожий голос. Но если записывать, То тембр голоса, там синусоиды выписывают. Я сижу в тюрьме. 17-2 СИЗО, города Барнаула. В это время уже рабочий день закончился. Меня на вызов. А куда в это время вызывают, я не могу понять. Обычно днем бывает ставка какая-то, Или свидание у меня. Я прихожу в кабинете, сидят люди двое. И следователь. Так, Игнатий Тихонович, Мы берем вот такой отрывок, С ваших пленок. И берет там письмо Солженицына. Это вы насчитывали? Я говорю, я, конечно. Но суд потребовал, чтобы доказать это. Мало ли, человек испугался, согласился. И теперь он включает, Дает этот материал, который там насчитывает. Эти же слова, но напечатанные. Пожалуйста, читайте. Я считаю. И теперь они будут сравнивать. Вы можете примерно той интонации? Могу, конечно. Я считаю. Теперь закончилось. Распишите, что это вы читали. Теперь два свидетеля. Их в тюрьму нельзя заводить. Их завели откуда-то. Распишитесь. Я говорю, а свидетели где? Документы мне показали. Их данные записали. Вот как они работают. У меня записывают они. Взяли бумажку. А на бумажке что-то написано. А он читает. Так, перевернул. И кто сидит? КГБ мной делал. Так, сайт. Ну, я к примеру говорю, что написано. Так, он пишет. Листик. Левый край у него был оторван. В виде кривой линии. А внизу уголок загнутый. Ой-ой-ой. С обратной стороны это просто так. Это какой-то он взял ради чистого листка. Я должен расписаться. И тут же сидят у меня при обыске. Там часов 6-8. И сидят два свидетеля. Интересное главное. Свидетели набрали. У одного фамилия Карманов. А другой бесчестный. Я говорю, вы то ли специально взяли говорящие такие фамилии. И так и здесь. Вот ты сегодня насчитывал, когда суд затребовал характеристики. Затребовали, где я нахожусь. Потому что они стали говорить на меня такой, такой, такой. А суд я-то не знаю. Это может правда я такой. Значит, в общине у вас, да. Община может написать? Может. Ну, знаете. Община написала, чтобы не один человек. И тут показано кто. Дальше. Деревня. Деревня могут написать? Могут. Ну, если обидчивый. Не так, что давай я хороший. Напишите. Нет. Объявлено было. Дома написали. Я сказал, вот это кто напишет-то? И она вызвалась. Ну, вместе собрать то, что обо мне написали. Надя Дмуха. Ну, правильно сделано. Суд говорит, это правильно сделали. А она здесь ее в подпись. Ее мало то в подпись. Ее в суд вызывает. Так это вы подписали, да. А те, которые написали, где она? Говорят, а вот они все, она показывает. Ну, подписали-то не один, не два человека-то. Так это соответствует всеобщему. А в общине просчитали? Просчитали. А против кто-нибудь говорил, что это характеристика Лапкина не соответствует действительности? Никто не говорил. Судья должен поверить. Он не может не поверить. Больше 50 человек. Ну, а против кто-нибудь был, что характеристику дали Лапкину не точную? Не один. Ну, ладно. Теперь Потеряевские. А там есть и несогласные. Он как? Отказался. Ну, отказался и больше. Он не против, не отказался, его нету. Он не расположен, но и не написал. А если бы написал, было приложено. Не надо тут догадываться, что а вы бы его не взяли, вы любите, когда вас говорят хорошо, суд затребовал. Это уже не да хорошо. И теперь, какая ваша деятельность? Я говорю, я веду занятия в Алтайском техническом государственном университете. Понятно. А с кем вы ближе всего? Я говорю, с проректором по учебной части. Семкин Борис Васильевич. Значит, тогда на него суд выписывает, что такому-то университету туда-то дать характеристику Лапкину. И он пишет, что мы знакомы больше десяти лет. И он тоже в свое время на меня затребовал характеристику. А кто я такой? Его с другого города перевели. Теперь он в Барнаульске, кажется, из Томска. Ну, я говорю, а какая характеристика? Ну, сами смотрите. Ну, я пошел, первым делом бегом побежал, потому что завтра занятие, а нам отказывают. Прокурор у края. Генерал-лейтенант. Пороскун Юрий Федорович. Я говорю, Юрий Федорович, нужна такая характеристика. А он много лет... О, да это сейчас. И написал... Давайте ко мне придем уже. Сейчас, слушай. Не юридическим языком написал. Хорошо знаю. И то другое. Большой вклад вносит в нравственное оздоровление Алтая. И ты эти характеристики-то считал. И мне в интонации очень четко слышалось, что ты смеялся над этим, над этими характеристиками. А ты говоришь, нет, я не смеялся, как Сара. Он говорит, смеялся. И Володя рядом стоит, но это же видно было. Я специально не пересчитываю, так и выставлю. Почему ты... Что тебе смешного было? Покажи. Он говорит, думаете, почему мне смешно было? Как вы думаете? Я тебя спрашиваю, зачем мне думать, когда ты рядом сидишь? Мне думать не надо. Может, у вас какие-то предположения есть, почему я смеялся? Не предположение, голос. Ты прямо надрывался, едва-едва не смеялся. Не, ну почему я так делаю? Вы представить себе можете, почему я смеялся? Да чем я буду думать, когда ты здесь? Потому что, может, я вас не уважаю, поэтому я смеялся. Может, поэтому я смеялся? Вы так думаете? И почему я смеялся? Понимаешь, вот сейчас мы сидим рядом. Я знаю, что ты сонный всегда насчитываешь. Я тебя ногой пинаю тут. Ты глаза откроешь, а тут ты просто огнем горел. Видно, что я считал, глаза открыты, и ты смеялся. Считал и смеялся. Только что смех не раздался хохотом. Ты не думаешь, что я ничего не вижу, не знаю. Почему? Чем ты недоволен был? Что характеристики хорошие написали или что? Или они не соответствуют действительности? Соответствуют действительности. Ты со мной рядом живешь. Ты против меня что-то имеешь? Нет, не имею. Так, если я ошибся, прости меня ради Христа. Но мне так показалось. Володя, это показалось так? Да. Дай я на тебя покажу, чтобы не было. Так. Ну, единственная мысль какая у меня, что у брата может быть, какая мысль была? То, что человек пишет, и он все в хорошем свете пишет. Ну, как бы, масло масляно, так можно выразиться. То есть, и вот это у него вызывало, это вот этот смех внутренний. Ну, там-то такой подробностью, что неаккуратен в быту. Все написали люди-то. И он это повторяется, как говорится, вот это, как бы, в некоторых местах. Ну, я в суд несу. Я сделал все, как положено было. Это не просто так. Это документ пришит, и там у них находится по сегодняшний день. Это единственное, могу в оправдании брата сказать. А так, конечно, не надо было ему это делать. Как бы, под смею. Но он не мог сделать, это изнутри у него было. Это вот в чем дело. Я услышал, как бы, утробный голос, он не согласен с этим. А это вы сами себя хвалите. Не я. Так, Надежда Васильевна, ты слышал он, как считал? Подойди ближе. Тебе не показалось, что он говорит со смехом? Считает. Да не со смехом. Какая-то ирония небольшая была. Что? Ну, ты сам разве не видел, что это... Что-то в тебе не так. Как бы смеешься, считаешь. Ну, так скажи, хочу, хочу узнать, что вы сразу как будто обвинение какое-то мне. Ну, это все показано. Голос у тебя можно заново прослушать. И я это не убираю, не пересчитываю. Мне теперь важно сказать. То есть, это враги, когда будут слушать, они будут смеяться. Дескать, вот только хорошее сказать. Ну, вот примерно я это и представлял, что когда враги это будут слушать, каково это для них будет. Вот это я примерно и представлял. Никакой иронии там и неправды я не считал, что там написано. Я же рядом с вами живу уже третий год. Ну, ты поверил, что это не моя характеристика. То есть, не я пишу это. Что-то не... Не... Как? Это не вы, это написал... Там перечисляется, кто это обработал. Там ДБО написано, а там все были написаны. Что в этих характеристиках... Ты со мной живешь уже не один день. Ты видел несоответствие действительности. Конкретно. Да я еще не вижу там, что несоответствую действительность. Ну, значит, мне показалось, или ты внутренне как-то скрыто было, сам не заметил того. Но мне это четко видно было. Я не остановился ничего. Или взял на тебя, посмотрел, и гляжу, ты такой бодрый считаешь. Обычно сонный. А тут, наконец-то, ты увидел, что-то обличает меня. Мне это нужно знать. Судья поверил всему. Судья. Получается, письмо, которое судье там было отправлено, и он вас обличает, а я потом и смеялся с него, да? Или почему я смеяться должен был с него с этого письма? Я вот тебе спрашиваю. Я уже сказал, мне показалось так. Я это просто в интонации голоса чувствовал. И хотел узнать, чем-то ты не согласен с характеристикой, и ты под нее не подписался, или подписался под этими характеристиками. Подписался бы. Ну, я тебе говорю, что профессор, который академик пишет, я не верующий, но я говорю как есть. То, что было не один год. Я как-то одного юношу там, видно, отчислили из университета, и мама его пришла потом принимать. А я сижу в это время с ним, мне он очень нравится, этот профессор. А наша, которая там главная газета, называется «Алтайский политехник» Савалей Тамара. И она говорит, Тамара Алексеевна, это самый умный из профессоров. Ну, 21 тысяча студентов. Это много их там, такой состав-то. И я у него сижу и вижу, как он это разруливает, эту обстановку. Мне, я не скрою, что он мне нравится. Я говорю, Борис Васильевич, вы мне позвольте у вас здесь в уголке посидеть в вашем кабинете? Вот там другие в очереди стоят, разрешают, там преподаватели. А зачем? Да поучусь у вас, как с людьми обходиться. Он, вы у меня... И дальше уже какие он слова сказал, повторять ему. Да вы что в самом деле? Это говорит человек, повторяю, не нашего круга. И он, когда на презентации книг был, это выставлено у меня здесь. И он говорит, обычно, когда писатель пишет, а потом встречаешься и видишь, он лукавый. Он не такой, как есть. А у Лапкина каждое слово, я вижу просто живой его портрет, какой он есть. И вот это пишет дальше, юморной. Ты согласен, что у меня юмора хватает? Согласен. То есть я не старообрядец в этом плане. Ну, если я тебя обидел, прости меня ради Христа. Да, простите вы меня ради Христа. И я тебе... Ну, тем более пост идет и молимся. Ну, почему? В этих словах я увидел, что ты не со мной рядом. А я не хочу. Ты мне настолько дорогой и близок. Ты житель Потеряевки. Зачем бы я тебя приближал так близко после такой проверки-то? А в интонации почувствовал, что ты не согласен с чем-то. Ну, рассудили, да? Да. Все. Давай коротко помолимся, чтобы за пазухой камень не держать. Я-то, видишь, где еще не так я человеку все высказываю. И батюшке высказываю, и епископу, и... Не думай, что как-то. Вот идем мы, к нам приехал митрополит. Я говорю, рукава-то какие широкие, как у цыганки платье, юбка. Зачем вам это все? Он да это все с Греции привезли. То есть он нигде не оправдывается. Я бы мог не говорить, хорошее отношение у меня не с одним епископом. Сидим за столом, рядом епископ и митрополит. И я им говорю все как есть. Они голову опустили. Мне это дано сказать. Это подметил отец Геннадий Фаст. Игнатию это дано. Они собрались специально меня обсуждать. Там сидит архимандрит Юрасов. Юрасов, Амроси. Нет, говорит, больше никому это не дано. Сказать открыто, выйти и не потерять отношения. Вот как. Господи, прости нас. И прости меня грешного. Истина Твоя да воссияет для всех. Помоги нам в радости встретить Пасху Христову. Мы молились о тех, кто попал в беду, кто находится в больнице. Помоги им. И правителей благослови. Издавали добрые законы. И сохрани их от покушения на них. И место сие соблюди. И врагов наших всех благослови. Ибо все остальное ничем ничтожным покажется при первой же опасности. Прости их, Господи, вразуми. И умири их сердца. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Да благослови Тебя Бог. Спасибо, Христос.